В детской школе искусства Мини-Розума появилось три новых принтера, а также два ноутбука. Вся эта офисная техника была необходима преподавательскому коллективу для работы в современных реалиях. Благодаря совместному проекту Московской областной думы и правительства области инициативное бюджетирование, педагогам будет гораздо легче выполнять те обязанности, которые непременно присутствуют в учебной деятельности. Сегодня же у нас цифрализация идет, и без этого просто невозможно многие вещи делать. И удаленный режим внес свою лепту, и оперативность решения тех или иных задач. Поэтому компьютерная техника, принтеры, сканеры и прочая атрибутика сегодняшнего дня, то есть, еще раз говорю, цифрализация, она тоже очень актуальна. Напомним, проект «Инициативное бюджетирование» позволяет гражданам принимать участие в решении вопросов местного значения. Жители сами могут обозначить, какие в городе существуют проблемы и по возможности поучаствовать в софинансировании проектов. На следующий год уже стали поступать предложения и идеи от граждан. Впервые подали заявление жители Загорянки, опять-таки поселок Северный, для строительства летней эстрады, поскольку здесь вот эта жизнь такая в Загорянке неспешная, творческая и так далее. У них вот всегда они радеют именно за это. Важно отметить, что голосование за тот или иной проект осуществляется на портале Добродел. В этом году жители городского округа Щелково проголосовали за обновление окон в школе номер 13, ремонт детского сада «Бельчонок» в поселке Монино и закупку необходимой оргтехники в детскую школу искусств имени Розума. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.